Как я вам уже рассказывал, в нашей закрытой группе найден самый белый способ пампа. Я уже упоминал, это не совсем пампа, а та монета, которую советуют в нашей закрытой аналитике. И поскольку аналитика авторитетна и их клиенты владеют большими деньгами, в среднем в памп заходит от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов долларов. Вся эта история происходит почти каждый месяц. Мы с ребятами уже участвовали в нескольких подобных покупках и проанализировались десяток в прошлом. Чтобы не говорить много, просто покажу опрос в группе и настрою участников на один из таких пампов. Это аналитика Тика Тивари, которая носит название Палм Бич, ее вы можете найти у нас в закрытой группе. Кстати, Тика Тивари это вот этот вот человек из ролика, который я недавно выпускал. Инструкцию, как попасть в группу, вы можете найти здесь. А здесь можете посмотреть список аналитики, которую мы уже купили. Суммарно мы потратили на нее около 45 тысяч долларов. Напоминаю, сегодня последний день, после чего набор я закрываю. А все ссылки будут в описании под видео. И кстати, обязательно сегодня вечером приходите на канал, потому что я опубликую в открытом доступе абсолютно бесплатно один выпуск платной аналитики, за которую мы, кстати, платим 1000 долларов в год. Это мой вам подарок и бонус, поэтому обязательно приходите, я выпущу небольшое видео, где все покажу и расскажу. А мы приступаем прямо к контенту. Поехали! Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Актуальная ситуация на рынке находит свое отражение в 2017 году. Именно это сказал Сани Дикри в своем недавнем видео. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Далее я буду рассказывать от первого лица, но на самом деле все эти слова принадлежат Сани Дикри. Что я хочу сравнить сегодня, это фактическую ситуацию этого бычьего флага, или просто консолидации, называйте как хотите. Ситуации в 2017 году, потому что мы видели похожее поведение биткоина и тогда. Для всех тех людей, которые не пропустили ни одного моего видео, ситуация с ценой биткоина практически не изменилась. Я лично считаю, что цена биткоина собирается протестировать эту нижнюю линию тренда здесь, которая снизит биткоин примерно до 8,5 тысяч. Да, это все еще возможно, но это не значит, что это должно произойти. Кстати, биткоин откатился примерно до 10 тысяч долларов уже в пятый раз. На самом деле мне очень интересно, является ли эта ситуация новой, или мы уже видели что-то подобное еще в 2017 году, когда подготавливались к параболическому бычьему рынку 2017 года. И я могу сказать вам, что на самом деле эта ситуация далеко не новая. Сейчас мы с вами смотрим на актуальный рынок, но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Мы имели параболический рост вот здесь. Некоторые люди говорят, что это не такой уж и стремительный рост, потому что линия должна быть более вертикальной. Но на самом деле это зависит только от таймфрейма, который мы используем. Если переключиться на трехдневку, к примеру, то эта линия уже была бы более вертикальной. А вообще все это субъективные интерпретации одной и той же ситуации. К примеру, если вы не согласны с этим, если вы считаете, что это не бычий флаг, то это нормально. Вы должны понимать, что все фигуры на графиках очень субъективно воспринимаются. Но я думаю, что это по-прежнему бычья формация на большом дневном или недельном таймфрейме, потому что мы вроде бы все еще консолидируемся в этом паттерне. Возможно, вы уже слышали, как люди говорят, что цена биткоина сейчас очень скучная. На ютюбе снова меньше просмотров, и как вы можете видеть, еще и объемы потихоньку снижаются. Очевидно, это происходит, потому что сегодня суббота. Реальный объем в настоящее время составляет около миллиарда долларов США для биткоина, что на самом деле не так много по сравнению с тем, что у нас было за последние пару недель. Здесь у нас также наблюдается объем, который немного снижается. Также мы видим индикатор RSI, который прижат к полу. И, конечно же, трудно не заметить всплеск объемов перед этим вот здесь. Но сейчас я хочу сравнить это с 2017 годом и показать вам, почему мы на самом деле можем быть близки к следующему прорыву в сторону роста. Для этого я хочу показать вам кое-что еще на этом графике. То, что я здесь рисую, это продолжительность временного промежутка этой коррекции, а также ее величина. Поэтому в настоящее время мы говорим о приблизительно 35% коррекции за 30 дней. Но теперь давайте посмотрим на это, потому что это довольно интересно. На этом этапе коррекции еще в 2017 году у нас было довольно похожее поведение перед огромным прорывом и продолжением бычьего рынка. Теперь проверим. Здесь мы имеем почти такое же параболическое движение к этому бычьему флагу. У нас также были падающие объемы. Здесь мы видим RSI, который тоже прижат к полу, и всплеск объемов перед этим вот здесь. Но точность этого совпадения просто срывает башню. Если мы возьмем отрезок в 30 дней вот здесь и определим, насколько цена скорректировалась за эти 30 дней, то вы можете заметить, что мы говорим о 32% коррекции. Не замечаете ли вы явного сходства? Так что если с ценой произойдет то же самое, что происходило тогда, то у нее сначала будет немного больше места для падения. Как мы уже говорили в прошлых видео, цель этого падения составляет примерно 8500 долларов. В 2017 году в похожей ситуации цена упала до 1700, а затем после этого вы, ребята, знаете, что произошло. Цена биткоина продолжила расти. Я хочу сказать вам, что даже если вы думаете, что это не совсем то же самое, я могу согласиться с этим. Но даже в 2015 и 2016 годах вы тоже можете найти аналогичные паттерны. Так что все, что я пытаюсь сказать, это то, что нет ни малейшего повода волноваться из-за падения биткоина до 9000 долларов. Даже если бы мы упали еще ниже, до 8500, я бы все равно не стал беспокоиться. На этом все на сегодня. Выпуск вышел довольно простым, но я думаю очень интересным. Если это так, то поставьте лайк этому видео. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...